приветствую всех на канале есть поесть и сегодня предлагаю простой и быстрый рецепт очень вкусного ароматного и может быть для кого-то необычного супа такой супчик я варю уже много лет в разных вариациях и даже те кто в моей семье не очень любит рыбу с удовольствием его едят для такого супа подойдет как простенькая морская рыба например сайда пикша минтай и даже путасу так и рыба подороже окунь треска и любая красная рыба примерный список ингредиентов смотрите под описанием итак в кипящую воду кладу помытую и очищенную рыбу сегодня у меня хек после повторного закипания варю 7-10 минут затем извлеку из воды дам остыть очищу от кожи и косточек попутно разбирая рыбу на небольшие кусочки на сковороду кладу небольшой кусочек сливочного масла и добавляю одну-две столовые ложки рафинированного подсолнечного масла сюда же отправляю лук нарезанный кубиками обжариваю затем добавляю морковь натертую на терке для моркови по-корейски можно на обычной крупной и обжариваю все вместе тем временем рыбный бульон я процедила через сито и выкладываю сюда картофель его можно резать любыми кусочками у меня что-то типа кубиков когда бульон с картофелем закипел я добавляю сюда кусочки рыбы и обжаренные овощи после закипания варю еще минут пять затем добавляю соль и специи по вкусу и 10 процентной сливки которые запросто можно заменить жирным молоком я и сама так иногда делаю только молока нужно брать в два раза больше чем сливок уменьшив при этом количество воды даю еще раз закипеть и поварю минут пять ориентируясь в первую очередь на готовность картофеля в завершение добавляю зелень накрываю крышкой кипячу еще секунд 20-30 и отключаю нагрев в принципе суп уже готов его можно подавать но я люблю дать ему настояться минут 15-20 ну вот так просто и быстро готов вкусный ароматный супчик если вы любите густые супы добавьте больше картофеля или сварите его целиком а потом растолките также для густоты в суп можно добавить рис или мелкую вермишель тоже будет очень вкусно суп получается очень сытным снежным сливочным вкусом если вам понравился рецепт не забудьте поставить лайк и напишите в комментариях а вы готовили когда-нибудь такой суп не забывайте подписываться на канал есть поесть и смотреть другие не менее интересные рецепты а я желаю всем приятного аппетита удачных экспериментов на кухне увидимся в следующих видео